Всем привет, это интервью на канале Севернад, гость в студии ведущий научно-сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России и главный редактор журнала Международная аналитика Сергей Маркедонов. Приветствую вас. Здравствуйте. Господин Маркедонов, рад этой возможности. Армян-российские отношения мы с вами периодически обсуждаем в формате зум-конференции. Сейчас это хорошая возможность, поэтому именно тет-а-тет, более непринужденной обстановки обсуждать эти темы. И сейчас на самом деле наши двусторонние отношения Ереван и Москве достаточно в таком турбулентном траектории находятся. Они достаточно напряжены и многие сейчас говорят о том, что вот в ход могут пойти санкции. И недавнее решение Россельхознадзора в этом плане касательно армянской молочной продукции по запрету ввоза этой продукции в России многие воспринили вот именно первым звоночком. Вот ваша оценка в целом ситуации и можно ли вот данное решение Россельхознадзора, а этот надзорный орган часто руководствуется политической телесообразностью, мы знаем историю, мы знаем примеры этого, а можно ли вот данное решение воспринимать как вот первый звоночек, что Россия может применить определенные санкции против Армении? Ну я не специалист по вопросам сельского хозяйства и качества продукции. Если исходить из политической, политэкономической целесообразности, я бы напомнил в этом контексте, что меры Россельхознадзора в прежние времена касались и белорусской молочной продукции. Притом, что Белоруссия и Россия не просто союзники, а составляют вместе одно союзное государство. Ну и там тоже присутствовала политика. Были сложности в отношениях и так далее. Вы знаете, я согласен с тем, что отношения должны обсуждаться, в них есть проблемы, они накопились определенным образом, их надо проговаривать. При этом я не стал бы впадать в аларминскую какую-то панику и говорить о том, что караул и отношения полностью замораживаются и так далее. За 30 лет в наших отношениях всякое бывало, были и случаи определенного недоверия, были определенные тестирования, были непростые проверки на прочность российско-армянских отношений. Как в 90-е годы, во время первого Карабахского конфликта, точнее Карабахской войны, были в 16-м году, были в 20-м, можно вспомнить 8-й год, пятидневная война. Можно вспомнить истории с награждением Саакашвили, это тоже вызывало разного рода дискуссии, споры и так далее. Поэтому я, наверное, не стал бы говорить о том, что вот это решение Россельхознадзора нечто окончательное, или некоторая рубежная линия. Это отражает, безусловно, и знаете, как вот есть выражение в русском языке, всяко лыков в строку. Эта лыка тоже ложится в определенную строку, в определенный контекст и, наверное, создает проблемы. Но я не стал бы, повторюсь, говорить о том, что здесь полный откат существует. Наряду с этим обсуждается, например, вопрос по миссии ОДКБ. Казалось бы, этот вопрос снят с повестки дня окончательно. Москва и Ереван рассорились. Но после визита Арарата Мерзаяна в Москву, их совместная пресс-конференция с нашим министром Сергеем Лавровым показала, что стороны какие-то точки начинают нащупывать. И тема этой миссии, она становится более активна. Руководитель ОДКБ побывал в Армении тоже. Это, мне кажется, важный с точки зрения психологии визит. Поэтому давайте видеть вот эти разные моменты. В чем ключевая проблема, как мне кажется, есть? Это то, что Армения хотела бы от России более всеобъемлющей, полной поддержки, если так можно говорить. Даже не более, а просто всеобъемлющей. Если вы союзник, вот давайте извольте, как Турция и Азербайджан поддерживать всегда, везде. По всем параметрам. Москва в силу разных причин. Это отношения с Турцией и Азербайджаном на фоне резкого ухудшения отношений с Западом, конфронтации, санкционного давления. Давайте не забывать СВО, которое в военном плане Москву отвлекает очень серьезно. И вот все это в совокупности заставляет ценить каждую страну, которая, скажем так, к хору санкций не присоединяется. Поэтому Москва 10 раз взвешивает что-то, прежде чем сделать какие-то движения на Ближнем Востоке, на Кавказе, имея в виду Турцию, имея в виду Азербайджан, страны, которые не присоединяются к санкциям. И вот здесь, наверное, Армении и России нужно чаще встречаться, в том числе на высшем уровне, проговаривать эти вещи. Вот та пауза, которая затянулась в диалоге министров, помним эту историю с отменой визита Арарата Мирзояна в Москву, она, мне кажется, была не на пользу. Потому что даже если это вещи такого формального свойства, рутинного свойства, они отзываются в обществе, люди начинают гадать, люди начинают предполагать. Появляются какие-то эксперты, какие-то, так сказать, конспирологические версии возникают неизбежно вокруг. И мне кажется, что самое главное сейчас избегать информационных пустот. Надо общаться и надо объяснять эту ситуацию. Где Россия действительно может, где ее помощь по разным обстоятельствам, наверное, не может быть всеобъемлющей. Но в любом случае, как мне кажется, не в интересах ни Армении, ни России углублять противоречия. Противоречия между союзниками всегда есть, всегда существуют. Это не ноу-хау России и Армении. Рассориться не в интересах двух сторон. Я думаю, что не в интересах двух сторон. Потому что, если говорить об Армении, очевидно, что можно тысячи претензий найти. Это, наверное, несложно и по отношению к России. И я эти претензии сейчас изложил тоже. Но никакого серьезного предложения, которое бы перевешивала привлекательность российского, нет. Это все область каких-то досужих спекуляций. Когда говорят, вот хорошо, а давайте мы пойдем на Запад. Замечательно, что Турцию из НАТО выгонят? Вторую армию в НАТО? Нет. Тем более, когда сейчас Запад сфокусировался, говоря словами Горчакова, сосредоточился на выборной тематике. Все ждут, а вдруг 74-летний Кылыч Дороглу, оппозиционер, оппозиционный блок, так сказать, победит Эрдогана. И связывают с этим определенные надежды. Очевидно, что если Эрдоган уйдет, ну это вопрос, как у нас говорят, бабушка надвое сказала, но если вдруг отношения с Западом усилятся, ну и даже если Эрдоган останется, все равно Турция в НАТО будет. Если мы посмотрим на Азербайджан, ведь посмотрите, последние заявления того же Блинкина. На Азербайджан надежды имеют в виду Ирана. Очевидно. Мы видим укрепление сотрудничества, в том числе военно-технического Азербайджана с Израилем. Естественно, Запад этому всячески сопутствует. Посмотрим на энергетический фактор. В ЕС Азербайджан рассматривают как некий компенсаторный механизм в виду разрыва отношений с Россией. То есть, сказать, что вот этот Запад придет и предложит нечто, предложит миротворцев, предложит военные базы, предложит пограничников, предложит экономическую интеграцию и так далее. Господин Маркинов, если Запад в реальности, как вы говорите, ничего такого не может предлагать Армении в плане защиты и безопасности страны и так далее, Почему тогда Россия достаточно нервозно реагирует на появление на арменно-азербайджанской границе 100 западных невооруженных наблюдателей, если на самом деле они ничего такого не предлагают Армении? И Армения всячески объясняет своим российским партнерам, что это не является каким-то разворотом Армении в сторону Запада. Это является каким-то механизмом для того, чтобы дополнить какие-то вопросы безопасности, которые образовались в результате, так скажем, украинской войны. Я это понимаю. Даже я бы продолжил этот тезис, потому что часто у нас представляют некоторые контакты с Западом, как ноу-хау Пашиняна. Эти контакты были и раньше. Собственно, термин «комплементаризм» я это скорее нашим российским слушателям говорю, армянские и так знают. Термин был введен и весьма активно продвигался Варданом Асканяном, министром иностранных дел Роберта Кочаряна, второго президента Армении. Вардан Асканян, который по-русски, в общем, нехорошо говорил и говорит. Да, он предпочитал всегда по-английски делать выступления и презентации. Термин «комплементаризм», то есть дополнение каких-то механизмов. Здесь в чем проблема? Что вызывает российское беспокойство? Вот тут надо четко оговорить эти вещи. Мне кажется, опять же, большой недостаток то, что в публичном пространстве это не проговаривается. Проблема не в ста наблюдателях, как вот нам говорят. Вот смотрите, вы боитесь, что Грузия вступит в НАТО, там всего 4,5 миллиона человек живет, а в одном Краснодарском крае 5,5 миллионов, чего вы боитесь? Да не Грузии с ее 4,5 миллионом в НАТО боится Россия о том, что к решению двух конфликтов, где Россия имеет ключевые интересы в Абхазии и Южной Осетии, присоединится крупнейший военно-политический блок. Весы немножко разбалансируются. И проблема не в том, что 100 человек появятся, а в курсе Запада по выдавливанию России из региона. Какую линию ведет Запад? Это же не секрет, это же не конспирологию я здесь какую-то выдвигаю. Какие озвучиваются мысли? Россия с началом СВО, специальной военной операции на Украине, потеряла некое моральное право быть медиатором и посредником. Российские усилия ничтожны, считает Запад. И если так, то к российским советам и прислушиваться особо не надо. И с российской позицией, и считаться особо не надо. Поэтому давайте мы возьмем этот процесс, отсюда активизация ЕС. ЕС, например, до вот этих нескольких раундов, их было три, если с пражским считать, четыре раунда переговорных. С 2021 года, с конца они пошли, и в 2022. До этого времени ЕС вообще как-то был заметен в армяно-азербайджанском регулировании? Да никак. Многие серьезные эксперты, именно евросоюзовские эксперты, которые исследовали политику ЕС на Кавказе. Это Вальтер Кауфман или, допустим, Сабина Фишер, Натали Точи. Все эти авторы говорили, что ЕС имеет, так сказать, lack of the presence, недостаток присутствия в регионе. А теперь ЕС активизируется, Штаты это все поддерживают. Смотрите, вот у нас есть формат. Формат ведь делается не для того, чтобы абстрактно что-то делать. Они говорят, раз Россия ненадежный актор, раз Россия не справляется, мы заменим. А заменим для чего? Для того, чтобы подписать мирный договор. А для чего его подписать? А будет бумажка, даже незначительная бумажка, мирный договор. Пожалуйста, а зачем тогда российские военные, а зачем российские пограничники, а зачем возможное открытие, разблокирование транспортных коммуникаций с пограничниками, с миротворцами? Вы думаете, реально они могут заменить Россию в этом регионе? Они не хотят ее заменять, в том-то и дело. Они хотят, чтобы России не было. Это главная цель. А дальше их мало интересует. Сто наблюдателей будут этому способствовать? Сто наблюдателей это один из инструментов. Понимаете, там вот, помните, как в известном фильме? У посла медальон, у шпака магнитофон, да, там сто наблюдателей. Здесь переговорный процесс, там мирный договор. Там господин Блинкин в Мюнхене устраивает показательную презентацию и говорит, вот мы, я здесь главный, да, смотрящий за этим процессом. Вы в Москву не смотрите, а смотрите сюда. Ведь они проговаривают эти вещи открыто. Например, что, извините, так сказать, надо, это называется так, Баку и Еревану самостоятельно все решать. Там самостоятельность, это понимается, когда от Москвы, чтобы была самостоятельность, но не от Вашингтона. Всегда вот у нас, если самостоятельность, то с Вашингтоном это правильная самостоятельность. Если с Москвой неправильно, это тревожит. А не то, что появится 100 человек, которые будут писать какие-то бумажки, так сказать, которые вряд ли даже кто-то будет читать. Конфигурация мирного договора, если будет оказано всестороннее разное давление, да, на Армению, на Азербайджан, стороны его подпишут. Понятное ведь дело, что мир-то с этой бумажкой не наступит. Это же тоже понимать нужно. Ну, в России тоже понимают, что Запад заходит, если они заходят реально на наш регион, в наш регион, они заходят, потому что образовываются в нашем регионе определенные сегменты, определенные вакуумы безопасности, которые они могут заполнять или пытаются заполнить. Почему тогда Россия допускает все это? Почему сначала допускать, а потом начинать бороться с этим? Ну, во-первых, Запад стал заниматься Кавказом отнюдь не в 2020 году. Кавказский регион, Запад привлекал и раньше, что проблема, скажем, Грузии и российско-грузинских отношений, она возникла в 2020 году. Эта история тянется, наверное, с конца 90-х. Ну да, восточное партнерство и так далее. Восточное партнерство, да даже возьмем контракт века с Азербайджаном, который в 1994 году был подписан и который очень радикально поменял вообще-то отношения Запада и к Карабаху в целом, и к армяно-азербайджанскому конфликту и так далее. До 1994 года можно сказать, что и Штаты, и Запад были проармянскими весьма. Потом ситуация поменялась. Запад присматривался к этой ситуации и так далее. Пришел он тогда, когда возникли новые витки конфронтации с Россией. Ведь опять-таки, смотрите, Кавказ, вот именно армяно-азербайджанский трек, он оставался, в общем-то, уникальным полем кооперации России и Запада. Если по Грузии, говоря, так сказать, просто горшки побили еще в 2004 году, когда пошла разморозка двух конфликтов Абхазского и Юго-Осетинского, конечно, прежде всего, то по Карабаху вроде бы кооперация была. А эта кооперация прошла испытания и пятидневной войной, и четырехдневной войной, и даже сорока четырехдневной войной и так далее и тому подобное. Но, когда Запад и Россия столкнулись уже более системно, а для Запада всегда европейская часть бывшего Советского Союза самый главный приоритет, Кавказ не самый главный, европейская часть. Но европейская часть высветила что? Фундаментальные, системные столкновения России и Запада. Это не значит, что эти столкновения навсегда. Всегда любые противоречия, они так или иначе разрешаются таким образом. Но, когда это противоречие достигло именно самой приоритетной точки постсоветского пространства, западной, европейской части, начинается подверстывание сюда и других регионов. Тот же самый Кавказ. Мы видим, как меняется повестка. То есть, если в 2021 году первый раз Мишель собирается встретиться с Алиевым и Пашиняном, куда он звонит? Путину? Он с Путиным консультировался. Пару раз он консультировался. Конечно. Два звонка. Сентябрь и ноябрь. Два звонка. Макрон звонил и так далее. Потом ситуация меняется. Пытаются для того, чтобы сделать определенный успех, в том числе на украинском направлении, ослабить позицию и на Кавказе. Почему Москва допускает это? Ну, Москва, начав специальную военную операцию, тоже сфокусировалась там. Мы сейчас можем говорить о том, что, наверное, не все ожидания Москвы оправдались. Наверное, думали, что это будет проще. Но это вопрос уже к историкам. Когда архивы откроются, когда мы будем не спекуляциями заниматься, а иметь дело с живыми источниками, мы ответим на эти вопросы. В какой степени и какие там просчеты были, не были сделаны и так далее. Но очевидно, что в этой истории Кавказ несколько снизил свою приоритизацию для России. Опять же, это неплохо и нехорошо. Ну, конечно, в идеале всеми точками в мире хорошо заниматься одновременно. Но никогда так не получается ни у кого. Где-то образуются, как вы говорите, вакуумы. Где-то узелки начинают рваться и так далее. Но давайте посмотрим, какая альтернатива. Ведь то, о чем Запад говорит, давайте побыстрее заключим мирный договор. Этот договор позволит поставить вопрос о военном, политическом... Но это не только Запад говорит, это говорит Ильхам Алиев, об этом говорят даже армянские власти, что нужно поскорее заключить мирный договор. Конечно, они по-разному это понимают. Конечно, по-разному понимают. Ну, странно было бы, если бы Ильхам Алиев или Никол Пашинян вышли и сказали, мы против мира. Просто мир понимается очень по-разному. Вон, и возьмите ситуацию вокруг Украины. Россия с Украиной понимает мир очень по-разному. И Запад понимает этот мир с Россией весьма по-разному. Но, о чем Россия говорит и говорила, и что может быть стоит проговаривать более четко. Россия хотела бы такой мир, об этом, кстати, Путин говорил на Валдае, об этом он говорил многократно. Мы бы хотели такой мир, который бы действительно был реальным не бумажкой, а реально работающим миром. Который был бы на основе компромисса, взаимного уважения и интересов двух сторон. Чтобы стороны перешли те проблемы, которые есть, начали бы новую некоторую страницу. И в этих страницах Россия как модератор, как помощник этого мирного процесса присутствовала бы. Потому, что для нас ситуация на Кавказе принципиально иная. Евросоюз, он через Черное море где-то... Извините, Маркетон, хотеть можно все, что угодно. Нужно это все реализовывать или иметь потенциал для того, чтобы это все реализовывать. В этом плане предложение России Азербайджан публично отверг и не принимает. Армянская сторона приняла данное предложение, когда выступил Владимир Владимирович Путин на Валтае в ответ на вопрос известного нам политолога Александра Искандаряна. Армянская сторона заявила, что она принимает данное предложение. Азербайджан публично отверг. Теперь Азербайджан, я не знаю, периодически нашупивает вот эти красные линии России на Южном Кавказе. Перекрывает Лачинский коридор, нападает на Армению и так далее и тому подобное. И в этой ситуации вообще, насколько жизнеспособны предложения России, они насколько могут быть реализованы. И с другой стороны, почему мы не видим резкой критики в адрес Азербайджана, которая предприняла агрессию в адрес Армению. Армения, она не открывает Лачинскую дорогу, нарушает все возможные договоренности и так далее. Это вызывает вопрос в Армении, почему Россия даже не критикует Азербайджан. Потому что Россия вовлечена в процесс специальной военной операции, в эту военную операцию. Она вовлечена в масштабную конфронтацию с Западом. И то, с чего я начинал. Любые дополнительные обострения. Давайте себе представим самый негативный сценарий. Второй фронт. Оно что, для Армении выгодно будет? Если здесь откроется военное противостояние. Россия, не дай бог, с Азербайджаном еще и с Турцией. Очевидно, что такая поддержка будет. И поверьте мне, в этой ситуации, если вдруг такое противостояние было бы, наш Запад, любимый всеми или нелюбимый кем-то там, поддержал бы и благословил бы все это. Ситуация, похожая чем-то на Крымскую войну. Вот это зачем Армении? Чтобы что? Вот вы говорите, Россия предлагает что-то для Азербайджана. Россия говорит о том, что вот есть мирный план. В свое время Сергей Викторович предлагал некоторые основы деблокирования Лачинского кризиса. Как выйти из него. Очевидно, с энтузиазмом Азербайджан это не поддержал. Ну, а сколько, например, было уже заявлений. Европарламент это делал. Твитов Макрона написано больше, чем мы с вами за всю жизнь написали. Звонков Блинкина было очень много. Из Ванков Блинкина результат, что лучше Азербайджан ведет свою игру. Надо тоже это понимать. Азербайджан имеет некоторую самостоятельность геополитическую. Его не надо воспринимать, что это кукла Эрдогана или чего-то такое. У него есть своя задача, сверхзадача, свой иди фикс, если угодно. Он это делает. Россия, имея, так сказать, вот эти сложные ставки в игре, опасается лишний раз какие-то дополнительные проблемы иметь здесь, на Кавказе. В регионе чрезвычайно важном. Мы видим также контакты, которые есть между первыми лицами двух стран. Они часто, так сказать, не особо расшифровываются. Состоялся телефонный разговор. Ну, там поговорили о карабахской проблеме. Наверное, какая-то озабоченность и какая-то критика в том числе и звучит. Наверное, я так думаю. Вряд ли просто так, телефонный разговор за здоровье. Но если американская, там она как-то расшифровывается, наша достаточно аккуратно. Ну, я же объяснил ситуацию, которая есть. Российские предложения... Что тогда в этой ситуации делать Армении? Российское давление или политико-дипломатические методы не работают. Американские пока тоже не работают. Они европейские, тоже не работают. То есть, в итоге, Лачийский коридор не открывается. Такая патовая ситуация для Карабаха, для Армении. Как быть в этом положении Армении? Положение, как говорят, знаете, в таких случаях у нас хуже губернаторского. Я не завидую и руководству Армении, которое вынуждено как-то реагировать тоже на общественный запрос. Ведь та критика, скажем, ОДКБ или российских действий, она что же не от хорошей жизни? Не то, что Пашинян проснулся, давай-ка я покритикую кого-то. Он видит реакцию общества, ему показывают соцопросы, открытые и закрытые. Есть определенные тревожные моменты. Он на это как политик реагирует. Проблема в чем? Еще раз повторю. Можно сто раз иметь к России определенные претензии и понимать ограниченность ее позиций. Но идея, которая, я считаю, что в Армении не то, чтобы широко популярна, но имеет хождение переориентации, она не решит ни одну из задач. Более того, может сделать хуже позицию Армении, гораздо хуже. Но пока что такая идея, я так понимаю, во властных кругах, по крайней мере, вряд ли фигурирует. Ну, есть люди помимо в властных кругах, так называемые инфлюенсеры, так сказать, информационные, есть разные блогеры. Но они везде есть. Есть, конечно, но они пробрасывают время от времени эти вещи. Есть иногда определенная правозащитная среда, есть некоторые знаковые фигуры, которые массовые протесты делают. Но они недостаточно массовые, но тем не менее. Эта идея пробрасывается. Есть определенная социология, которая говорит о том, что российская позиция уже не находит той былой поддержки, которая была. Французская, допустим, растет. Но проблема в том, что Франции и инструментов-то нет. Сейчас иранская тоже растет. Иранская на первом месте была не так давно. Но опять-таки иранская позиция, понимая, что особенностью внешней политики Ирана является все-таки его ближневосточная фокусировка, а кавказская уже второе. Тоже нет этого предложения. Но даже если российские какие-то идеи и подходы не до конца работают, если убрать миротворцев из Карабаха, дальше я не собираюсь фантазировать. Всегда может быть хуже. Понятно. Всегда может быть хуже. Но сейчас, смотрите, Россия с 1 апреля, если я не ошибаюсь, возглавляет Совбезу ООН. Об этом много дискуссий сейчас. Что там будут обсуждать и так далее. Армянская сторона, начиная с момента закрытия Лачинского коридора, и особенно после того, как международный суд ООН принял соответствующее решение, обязав Азербайджан разблокировать данный коридор, Армения предлагает России обратиться в Совбезу ООН для того, чтобы как-то надавить на Азербайджан в вопросе открытия данного коридора. Или отправить туда каких-то наблюдателей, чтобы они фиксировали ситуацию и так далее. Как вы думаете, так как сейчас Россия возглавляет Совбезу ООН, она может поставить этот вопрос для того, чтобы вопрос разблокировки Лачинского коридора? Теоретически, наверное, чисто может поставить. Вопрос, как российское председательство будет восприниматься другими. Уже недавно МИДовцы британские назвали первоапрельской шуткой это. С таким подходом я боюсь, что мы к конструктиву не придем, даже если идеи будут самые правильные. Наверное, даже если господин Небензе зачитает заявление о том, что сегодня в Ереване солнечное плюс 16, наверное, западные политики не поверят и скажут, что нет, пасмурно, потому что это Россия говорит. И на самом деле минус 3. Вопрос, насколько... И не в Ереване, а в Москве. Ну да, и не в Ереване и в Москве, да. Вообще все это придумал Владимир Ильич Ленин. То есть вопрос, насколько этот конструктивизм будет. Еще раз повторю. Вот чего мне не хватает в российской позиции, я здесь невольно становлюсь на сторону некоторого критика, публичного сопровождения. Когда у России есть аргументы, и я их попытался сегодня представить, аргументы, контраргументы на некоторые, скажем, соображения, и армянские, и азербайджанские, и западные, их стоит проговаривать. Ощущение такое, что немножко есть такая вот оборонительная позиция и полная приоритизация вокруг Украины. Но если бы так можно было помечтать, да, вот мы занимаемся только ей, а все точки остальные будут тихими. Но не получается. Оно, видите, и в Приднестровье немножко, так сказать, начинает закипать. Мы видим, что и на Кавказе далеко до какой-то заморозки даже, я уж про решение не говорю, и так далее. И Центрально-Азиатский узел тоже сложный, слава богу, там, может быть, искрит меньше. Но вот приходится параллельно решать все эти сюжеты. И последний вопрос. Россия и ближное зарубежье, так скажем, да, постсоветские страны. Мы сейчас видим определенные антироссийские настроения практически во всех постсоветских странах. В том числе таких странах, как Армения, которая всегда была известна вот именно пророссийскими взглядами и подходами. В Белоруссии тоже есть определенные настроения. Но Украина, Молдова, Грузия вообще, не будем говорить об этом и так ясно. В Центральной Азии есть тоже страны с Казахстаном есть проблемы и так далее. Мы видим вот такое тотальное отторжение от России. Это что вообще? Как вы объясняете этот процесс? Ну, почему тотальное отторжение? Если мы посмотрим любую страну соседа, у соседа всегда есть проблемы. Возьмите соседа Турцию, что в Сирии, в Греции, в Армении, в Грузии. Тем более, когда есть колониальное прошлое. В восторге. Ну, вот понимаете, колониальное прошлое. Ну, не колониальное, а вот вы по-другому это назовете. Запад колониальным назовет. Ну, общее прошлое. Общее прошлое, понимаете. Имперское прошлое. Ну, Советский Союз не был имперским государством. До этого было. Я не говорю о том, что было, было. Просто, что Советский Союз хорош во всем. У Советского Союза тоже были, скажем, много скелетов в шкафу, мягко говоря. И много неприятных вещей. Проблема в том, что это было не колониальное наследие. И известный классик американской историографии Терри Мартин даже называл в кавычках, да, Советский Союз the affirmative action empire. Да, когда многие представители разных народов, там, я не знаю, от Сталина до, там, Щербицкого находили в высших кругах Советского Союза свое представительство. Ну, в зависимости от политического позиционирования, разные страны это называют по-разному. Вот сейчас постсоветские страны тоже есть среди них, которые называют колониальным прошлым. Есть, есть. Хотя это, с моей точки зрения, такое чисто академическое, некорректно. Это не передает всей сложности. Отношения всегда с соседями сложны. Возьмите, например, отношения Мексики и США. Что, они блестящие, что ли? И с Латинской Америкой тоже, в принципе. Ну, конечно, но знаменитая пословица, она ведь родилась не в Грузии, не в Армении, да. Too far from God, too close to the United States, да. Слишком далеко от Бога, слишком близко к Соединенным Штатам. Наверное, кому-то близость России тоже не нравится. Но, смотрите, обратите внимание тоже, да. Когда говорят о гомогенизации Украины, давайте не забывать, что в 2014 году Донбасс и Крым тоже были Украиной. И военные, которые переходили, или силовики на сторону России, они были с украинскими паспортами. Значит, что-то в этом проекте было, что не удовлетворяло значительную часть этого украинского социума. Вы говорите, что в Грузии антироссийские настроения есть, безусловно. Но, когда сегодня премьер-министр Грузии называет попытки открытия Второго фронта вражескими действиями, явно эта вражда не к России относится. То есть, происходит переосмысление. Мы видим некоторый рост критицизма в Армении, наоборот, некоторый рост прагматизма в Грузии. По-разному идут эти векторы. Меняются места. Ну, я надеюсь, что все-таки придет ситуация к такому выводу, что понимание российского присутствия будет более адекватным. Потому, что многие вызовы без России не получится сделать. Ответить точнее на эти вызовы. И в Грузии это понимают, и в Армении это понимают тоже. Поэтому, я бы не считал, что рост этих настроений, он какой-то абсолютно, так сказать, тотальный и прочее. Он есть. Есть определенные травмы. Ну, травмы надо лечить. Если коротко, куда двигаются наши отношения Армении-Россия? Я думаю, что... К большей конфронтации или больше... К большей какой-то, скажем, проблемности, наверное. Я бы не сказал, что конфронтации. Это проблемности есть. К конфликтности. В общем, понятно, да. Проблемность. Понимаете, конфликт не обязательно, что отношения будут заходить в конфликтную фазу. Проблемность. Эти проблемы, эти пазлы надо решать. Вот эту проблемность, я бы так сказал, надо пытаться минимизировать. Это задача на самое ближайшее время. Спасибо вам большое. И я вот все-таки в заключение скажу, пользуясь случаем, я очень благодарен Российскому Дому науки и культуры, Россотрудничеству в Армении, которое помогло в данном случае мой визит осуществить, потому что всегда приятно говорить о предмете нашего разговора, о нашей дискуссии, вот находясь здесь, да, когда ты обсуждаешь проблемы Армении не из московской квартиры, а видя каскад за окнами или площадь оперы и так далее, когда ты на месте в поле. Потому что мне кажется, вот такие полевые выезды и чувствование пульса той страны, которую изучаешь, это важно. И я очень рад, что такие проекты реализуются. Я бы хотел, чтобы они действительно были системными. Вот я говорил про информационное сопровождение. Надеюсь, что подобного рода мероприятий больше будет. Больше хороших и разных. Ну, в плане Кавказа и вообще в целом Армении, вы один из редких российских ученых, именно который вот на поле изучает ситуацию, потом об этой ситуации начинает дискутировать и писать статьи. Спасибо. Спасибо. Это был Сергей Маркедонов. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok